Привет, друзья, подписчики мои! Рад вас всех приветствовать в новом канале Бэйзон Лайф! Всем привет, друзья! Наконец-то канал, мой третий канал Бэйзон Лайф создан. Не забывайте подписаться на канал Бэйзон Брикзон, Бэйзон Лайф, естественно, прямо сейчас, бро, подпишись. Будет много всего интересного, стримы, оценки каналов, той туры и прочее, прочее, прочее. Вот, соответственно, сегодня я бы хотел с вами пообщаться, ну не пообщаться, а пообщаться и прям поиграть, конечно же, про Бэйблэйд, Орб, Эггис. Почему вот такая вот история, сразу, друзья, да, сразу скажу вам, почему, когда я что-то про что-то говорю плохо, все воспринимают, а, ты плохой, ты не понимаешь, ты, ну, в чем ваша проблема, ребят? Ну, серьезно, если, допустим, что-то действительно плохое, почему я не могу сказать, что плохое? Я там говорил на этого Чозет Вальтерка все меня обвиняли, на Чозет Спрайзен там говорил, меня все обвиняли, на этого парня говорил, что он слабый, меня все обвиняли, ну вы что? То есть я должен говорить только хорошо и все, нет, друзья, такого, к сожалению, не будет. Если, допустим, Бэйгрушка-канал плохое, я скажу, это плохо, я имею полное право, так сказать. Вот, сегодня, друзья, я хотел вам детально показать Бэйблэйд Орб, Эгис от компании Takara Tomy. Я обклеил его наклейками, вот здесь, видите, у него подшипнички стоят, вот здесь подшипнички, они крутятся. Ну, весьма условно, конечно, обращаются. Я думаю, толку с них нет, но все же прикольно. По наклеечкам, вот здесь наклеечки, вот по бокам, вот сверху наклеечки, ну такое. Его металлический диск, вот такой вот, с подковой, мне написали, что это Омега, ну будет Омега. Вот такой, кстати, низ у него на болтах, причем, смотрите, как интересно сделано. Здесь болты, специальная отвертка, а здесь уже заклепки стоят. Ну и, конечно же, самая интересная часть данного, причем, Бэйблэйд Орб Эгис потрясающий, крутой, классный, без этого драйвера. Этот драйвер, это просто провал. Да, он крутой, да, он веселый, он очень классный, с ним очень прикольно играть. Но он проигрывает почти всем выносливым, атакующий просто этого парня, просто разбивают просто в слюни. Вот такой драйвер, вот Такара Томи, вот вращается вот здесь, вот здесь у него такая резиночка. Будем сегодня играть, будем сегодня тестить, разбираться, смотреть. Соперниками сегодняшнего Орб Эгиса станут, кто? Я вам расскажу, кто. Screwt Ride Band. Choset Valkyria. Winning Valkyrie. Excalibur, мой любимчик, обожаю этот Блэйд, он просто, мако, обожаю его, он просто супер лучший. Green Twin Nemesis от Такара Томи. Oh! God Valkyrie от Super Wilds. Ох, провальный Арчер Геркулес от компании UD. Killer Dead Sizer от TD. Кирбеус тоже, по-моему, от UD, не помню от кого. И, конечно же, Генедис Вальтрек от Hasbro. Но, друзья, не все так просто. Сегодня будем мы сражаться и тестировать Новый Блэйд вот на этой синюшной арене. Здесь есть подстава вот такие две специальные, аккуратно опуская камеру. Вот. И будем сегодня играть на этой прикольной арене. Ну что ж, давайте проведем первый бой. Узнаем, на что годится наш Орб Эгис. Против Твин Грин Nemesis от Такара Томи. Два парня от одной компании. Погнали. Орб Эгис. Прилип. А Твин Nemesis пытается его разбить. Орб Эгис начинает свое странное вращение. Из-за такого формата драйвера он немножко, видите, как скатывается к рингу. Не к рингу, он просто кренится и сейчас уже упадет. Да. Орб Эгис проиграл Твин Nemesis. Друзья, и тут дело не в том, что я плохо запускаю или что-то еще. Нет. Все как раз таки отлично. Запускаю мега круто. Мега сильно. И Блэйд очень четко фиксируется. Но он не может выиграть у Твин Nemesis, потому что Твин Nemesis очень защитно-выносливый у Бэйблэйд. И видите, как проигрывает. Итак, 1-0 в пользу других ребят. Киллер Дэдсайзер. Вот здесь могут возникнуть вопросы, потому что киллер Дэдсайзер само по себе ни о чем Бэйблэйд. Поэтому сейчас увидим. Я специально выбил такую арену для Орб Эгиса, чтобы ему не было слишком легко. Или слишком легко. Это что было? Вау, друзья! Орб Эгис взорвал киллер Дэдсайзера. Ну, это нормально. Это понятно. Киллер Дэдсайзера может просто любой взорвать, по-моему. Я специально Блэйдов не самых сильных ему дал. Ну, в битву. Дальше идет у нас Кербеус. И смотри, что произошло. Орб Эгис взорвал Кербеуса. Даже детали где-то улетели у меня. Вот. Но это был слабенький Кербеус от компании UD. Посмотрим, как он справится уже с соперником Патерестем. С Ахиллесом от UD, но все же. У него классный шариковый драйвер. И все-таки это верхушка от Геркулеса. Да, она поддельная, но все же Геркулес хайповый, читерский имбовый парень. И вот. И вот что происходит. Орб Эгис проигрывает бой Геркулесу от компании UD. Просто, вот так просто. Это... Я не буду говорить Hasbro, да. Это даже не... Даже не Takara Tomy. Это даже не SB. Это Геркулес от компании UD. То есть от самой провальной компании. Ну вот, сами все видели, друзья. Я думаю, тут все очевидно. Играем дальше. И пожалуйста, не пишите мне, что вы там Орб Эгисом всех взрываете. Не может такого быть. А Год Валкири от компании Super Whirls. Орб Эгис занимает центр ринга и вращается. И сейчас он либо разобьет, либо проиграет. Даже Год Валкири он проиграет, понимаете, ребят. Ну о чем вы мне говорите? Мне потом напишут. Вот, ты слабо запускаешь, у тебя плохая арена. Нет, друзья, дело не в арене. Дело в данном случае не в силе запуска. Дело в его наконечнике. Мы сейчас доиграем эту битву. Ну, эти битвы все. Я сменю наконечник Орб Эгис, и вы увидите, насколько он классный без этого наконечника. Проблем Орб Эгис очень классный внешне. Он прям вообще, обожаю его. О, а здесь смотрите-ка, проиграл он. Здесь он тоже проиграл Год Валкири. Интересно. Играем еще разок. Вот, сам концепт Орб Эгиса, что это медуза Гаргона, эти подшипники в его верхнем слое, это замечательно. Но, друзья, он слабак. Ну вот, 2-0. 2-0. А, это к чемпиону. Дальше. Генезис Вальтрек от компании Hasbro. Я думаю, что он сейчас разлетится по арене. Потому что Вальтрек будет атаковать. Да, оба, все, стой, 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 брат, все, все, успокойся, молодец. Да, видите, он начал атаковать. И даже вот от Орб Эгиса он, к сожалению, взорвался. Итак, у нас счет становится 3-3 в пользу, не в чу пользу. Играем дальше. Малыши-крепыши. К Скалибур. Присосался Орб Эгис. Я здесь ставлю на то, что Кскалибур проиграет, к сожалению. Потому что этот малыш Кскалибур, он, конечно, неплох. Но, все-таки, да. Все-таки он, к сожалению, невыносливый. И с такими ребятами, как Орб Эгис, ему не справится. Но любого атакующего Блейда, мой малыш Кскалибур, всех просто раскатает. Ой, что-то у меня с запускалкой случилось. Да, я плохо запустил. Ну, такая неоднозначная битва. Ладно, друзья, бог с ним, идем дальше. Возьмем-ка мы следующего соперника. Это будет у нас Виннинг Валкери. Так, первым запускаем Орб Эгиса. Вау! Ой, ой, ой! Запускалка подводит, друзья, все. Жизнь-боль. Орб Эгис проиграл, к сожалению, Виннинг Валкери. Но что поделать, такова жизнь. Такова жизнь Бейблэйд Бёрдера. Вау! Сегодня сражались 10 разных Бейблэйдов. Более сильных он, конечно, взорвал. Более сильным он проиграл. Более слабых, конечно, выиграл. Но счет, как бы, у нас становится 4-4. Но осталось два Бейблэйда, и вряд ли он сейчас выиграет. Посмотрим. Такой неоднозначный Бейблэйд. Конечно, если у вашего соперника слабый Бейблэйд, то Орб Эгис классный. Если у вашего соперника какой-нибудь Крюд Райден, то у Орб Эгиса мало шансов. То есть, я же здесь не хочу кого-то там унизить, оскорбить или что-то еще. Просто я говорю свое мнение про Бейблэйды. И драйвер, драйвер Орб Эгиса, он ни о чем. Очень, друзья, много, конечно, факторов влияет на победу. Помимо самого Бейблэйд, естественно. Это, конечно же, и Арена, это, конечно же, и Скрю Драйден, это, конечно же... Ой, Скрю Драйдрен. И запускалка, и сила запуска вашего соперника. Много факторов. Ну, а вот здесь, в данных тестах, из 10 волчков, 5 выиграли и 4 проиграли. А, ну еще не 5, ну ладно, уже будет 5 сейчас. Ну, все, видите, против более сильных и классных Блейдов, но у него нет шансов. Ну, вот, серьезно. Вот, и последний Бейблэйд на сегодня, это у нас Чо Зет Валтрек. Занимал этот центр Орпегис, но Валтрек, конечно же, выбил его из центра ринга. И вот сейчас кто перекружит. Но все, Орпегис, видите, вот он как. Вот, а сейчас, друзья, вы увидите всю мощь Орпегиса. Поставим драйвер всего лишь-то. Ну, и драйвер, давайте поставим драйвер и кольцо от Токаро Томи, Грин Твин Немезис. Вот такой сделаем Бейблэйд. И сразим его с Чо Зет Валтреком, и посмотрим, кто победит. Необычная битва будет. А давайте первым запущу его, посмотрим. Ну вот, другое дело. О, да, друзья, ну, взрывной финиш. Ладно, давайте поставим драйвер ему. Вот, вот такой поставлю, мы сейчас комбинацию сделаем. Вот, от Арчера Геркулеса. Ну да, возможно, не против, конечно, Чо Зет Вальтрека. Ну ладно, что ж. Хотя почти тоже разобрался Вальтрек. Ну, там было много сильных, хороших ударов, посмотрим. Здесь, конечно, нужно тестировать. Нужно тестировать. А, даже не тестировать, знаете, я покажу вам сейчас, что мы сделаем. Хотя нет. Вот. Вот это настоящий Орпегис. Вот такой Орпегис мне очень нравится. Который и выносливый, и может удалить Вальтрека. А теперь всем моим тем людям, кто обожает писать, что наклонный запуск, неправильно запускаешь. Запускаю первым Орпегиса. Вторым под наклонным запуском запускаю Чо Зет Вальтрека. Оп-оп-оп. И все. И кто проиграл? Вальтрек. Вот такое сегодня было видео, друзья. Поддержите этот видео лайк, поддержите этот канал, вообще подпиской, нажимайте на колокольчик. Смотрите новое видео на канале Bazon Live. На канале, естественно, Bazon тоже выходят ролики, естественно. На канале Brixon тоже. Все, друзья, всем удачи, всем пока, всех люблю, чао-чао.